Хей! С вами Маша Мэй! Сегодня я снимаю обзор на раскраски от Джаны Бесфорд за очарованный лес. Многие их называют раскраски антистресс, а немногие люди называют их раскраски для взрослых. Честно сказать, я считаю, что это раскраски для взрослых. Они не подойдут, конечно, для детей из 6 лет, 5 лет. Нет, если ребенок красиво, аккуратно может разокрашивать, то, конечно, подойдут, а если нет, то не подойдут. Стоили они примерно 475 рублей в магазине Читай-город. Также я знаю, что их можно заказать по интернету, но по интернету мне не очень нравится заказывать. Сейчас, наконец-то, у нас наступила зима, можно так сказать. Хотя, по сезону сейчас осень, но что-то для Креном у нас не совсем осень, да? Когда вот такой снегопад с крупными хлопьями идет, это не совсем осень, да. Ладно, не будем отрекаться от сути. Итак, давайте же начнем. Сперва я покажу вот эту книгу. Эта книга, по-моему, Ольги Лав. Давайте же сейчас прям посмотрим и узнаем. Да, эта книга Ольги Лав. Первую страничку она оформила в таких неоновых цветах, мне очень нравится, вот. У нее не столько было много времени, потому что она ходит школу, а я болею. Вот, и поэтому она остановилась прямо на этой же раскраске, вот так выглядит. Но все равно продолжают ее раскрашивать. А я, как болеющий человек, раскрашивала практически каждый день, но сейчас нет времени. Вот, никак не получается. И первая страничка у меня выглядит вот так. Тоже довольно-таки ярко, но неоновых цветов уже чуть меньше. Вот. Далее карту я разокрасила полностью. То есть она на целый разворот, я ее полностью разокрасила. Класса переворачивается. Такой компас разокрашен. Такой замок с мечом, с мягчими существами. Здесь я пропустила эту раскраску, потому что она очень большая. Совушка. Вот такая очень классная, как мне кажется. И я начала раскрасить белочку, но пока что не закончила. Кстати, листы, они довольно-таки плотные. Но все равно, с другой стороны, прям капельку просвечивают. Это маленький недостаток. А так, в общем, книга просто супер. Вот. Советую всем ее купить, кто еще не приобрел. Хотя многие уже приобрели, я это знаю. Вот. Итак, теперь приступим к принадлежности, к которым мы раскрасываем. Первое. Это ручки Стабило. В этом комплекте их 25. Очень классные, яркие. Ими я рисую в основном маленькие элементы, но было такое, что крупные я рисовала. Далее, по отдельности, я покупала неоновые ручки от этой же фирмы. Вот такие ручки. Далее, еще вот таких цветов. И еще зеленый. Вот. То есть, они реально пишут неоновым. Очень классные. Вот. Не зря потратила деньги. Далее идет вот такой набор карандашей, который я покупала по какой-то акции. И в этом наборе присутствовало 4 неоновых цвета. Они, опять же, пишут неоновым. Я впервые вижу неоновые карандаши. Вот. Я их нашла. Сразу еще купил. А так, вот эти карандаши. Здесь их 24 цвета. Они пишут, как обычно. Но качество у них просто отлично. Кстати, могу сказать, все, что я показывала. Вот сейчас я покупала в магазине красный карандаш. А фломастеры вот эти. Я покупала в Ашане. Я не знаю, сколько они стоили. Потому что покупала их мама. Она покупала, в принципе, для себя. Вот. Потому что ей тоже понравилось раскрасить. Правда, у нее немного другие раскраски. Во-первых, ежедневник антистресс. Вот. В одном из видео я про него говорила. И еще с журналов. Короче, такие. Мандалы. Какие-то такие. Здесь, опять же, 24 цвета. От фирмы Big Kids. Эта фирма очень качественно фломастерами делает. Ну и карандаши там. У них грифель. И не толстый, и не тонкий. То есть можно как толстые, так и тонкие элементы раскрашивать. Я ими пока что не раскрашивала. Ну вот, там, мама раскрашивает, говорит, качество очень хорошее. Вот. Просто никак не дойдут руки ими пораскрашивать. На этом, наверное, наше видео подошло к концу. Всем пока. До новых встреч в новых видео. А также не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео. И напишите в комментарии, какое видео мне снять в следующем. Пока-пока.